Колоду какую-нибудь таро и посмотрим, какой же мужчина перевернёт всё в вашей жизни. Ну, давайте глянем, что за мужчина для начала. Приходим на расклады. Что-то всё перепуталось. Перепуталось всё. Не буду ничего вырезать, пусть будет так. Вот как есть. Ну, давайте глянем расклады по акции. Я уже сказала, что с вами Снежана. Давайте глянем, что за мужчина. Что за джентльмен, который косит до траву. Неиздвигаемый. Вечные у него тяжести жизни. Всё несдвигаемо, несокрушимо, нерушимо. Не пробить его, да, ничем. Вообще никак. Хитрый лис. Лис. Хитрый. Он поделил вашу жизнь надо и после. Вот в буквальном смысле этого слова. Наполнил её тяжестью, неповоротливостью, уловками и обманами. А теперь давайте посмотрим, да, точно ли это так. Какой же мужчина? И что вы в его жизни значили, да? Какой мужчина? Мужчина. Паш-чаш. Самовлюблённый, скорее, чем влюблённый. Самовлюблённый. Верховная жрица. Вы для него мечта, загадка, женщина, да, которую хочется разгадывать, рассматривать, разнюхивать. Паш-чаш, девочки, самовлюблённый мужчина. Он детёныш, который играется, который хочет влюбить, влюбляться. Даже не любить, а влюбляться, да. Червячок, мушка, вы, он, ещё кто-то там. Всё чудесно в его жизни. По девятке жезлов мужчина здесь закрываться любит. Не даже закрываться, он обороняется так, никого не впускает. Ему перепало уже не раз за его вот эту вот безалаберность, безответственность, да, за лёгкость. И здесь с вами у мужчины, да, по Верховной жрице, отношения-то тёмные. Тёмные, тайные, скорее всего. Не освещает он вас. Какой мужчина? Вот они, ограничения его. Ограничения, блоки, закрытости. Когда-нибудь сейчас не могу. Что-то всё не так. Внутри всё не эдако. Может быть, а может быть. То есть человек сам не знает, сам может себя закрывать и блокировать насчёт вас. Да. Мы же смотрим на вас и на него. Что ещё? По пажу Пентакли здесь мужчина, который дуальностью даёт, двоякость ситуации. Он всегда не определён. Он всегда на качелях. Эти на качели ставят с собой других, да. Не умеет он ещё. И по деньгам точно так же. Не умеет накапливать, не умеет зарабатывать. Умеет тратить их хорошо, скорее всего. Да, что за мужчина перевернёт всю вашу жизнь. Лис, как и колода Ленорман, так и Тару, показала пятёрка кинжалов, мечей. Говорит о том, что легко в спину ставить свой меч. Легко обижать, предавать. Это он. Причём делает это искусно. Знаете, да вот так, из-под тяжка. Вот, то есть вот это этот человек. Именно. Что он вам дал в жизни, да. Что дал. Манипуляции. Прикидывался всегда ангелом и чётко манипулировал вами. Поздно вы осознали, что мужчина-то не тот, за кого выдаёт себя. Прервали нас. Поздно вы узнали, что он не тот, за кого себя выдаёт. Что принёс в вашу жизнь. Острые ситуации. Всегда как по лезвию ножа, понимаете, по острию прямо с ним. Вот, все ситуации такие были. Что он вам дал впоследствии могу сказать, что он вам дал вашу значимость. Он вам дал понять, кто вы, что вы можете, какая у вас есть сила и что вы непобедимы. Ресурсная женщина, которая наконец-то нашла своё эго. Могу сказать, что по лесу, ой, господи, извините, по лисе и по верховной жрице, да, здесь мужчина хорошо отыграл, понимаете, интерес к вам. Он вам дал понять, что вы необыкновенные, что вы настолько интересны. Он, может быть, даже открыл вас что-то. Что же да, мужчина дал. Новый поворот событий. Триумф и трагедию. Вот что он вам дал. Триумф и трагедию, девочки. Вот это дал вам мужчина. Тройка Жезл говорит, что дал. Дал много дорог. Пойдём туда, пойдём сюда. Жанна Фриске пела, да, давай с тобой пойдём туда, давай с тобой пойдём сюда. Вот это прям она с языка сняла у вашего героя, да, романа. То есть и там, и тут, и здесь, и всякое. В итоге нет. Дверь никто так и не открыл. В поход никто так и не пошёл, девочки. Но опять же, вы поняли, что триумф возможен, да. Что всё возможно в вашей жизни. Что оказывается, вы можете всё. Вы непобедимы. Вас не убить. У вас столько энергии. Он вас поднял внутри. Всё взбудоражил, да. Вот на дне стаканчика ил, так вот он взял этот стаканчик и потрёс его вот так вот. Всё. Всплыло тут всё. Девочки, сколько говна дал, столько и счастья. Понимаете? Не всё говно. И не надо мне врать в этих... В комментариях, что только говно было. Нет, такого быть не может. Понимаете? Не может такого быть. Просто вы уже не помните что-то хорошее, что дал вам человек. Впоследствии, конечно, он дал вам крах. Крах всего. Вы вместе улетели нафиг с этой башней с ним. Потому что башня-то, этот домик был карточным, девочки. Карточным. Сказочник. Потом Аганса Христиана Андерсена. Вот такой мужчина перебаламутил вас. Что мужчина-то сейчас? Семёрка жезлов. Защищается. Делает вид холодного мужчины. Убрал полностью он... Убрал полностью он свои эмоции, чувства на задний план. Для него важна его карьера, его взаимодействие с людьми, важно управлять всеми. У него своя жизнь, гармония там, дзен свой, он его словил 800 раз. Он никого не хочет слушать и зачастую, да, закрывается от всех и для каждого. Что сейчас у него? Кто, да, в принципе, сидит, лежит, ходит, живёт, дышит по девятке мечей в комфорте, в состоянии класса, люкс, да. Он ничего не хочет делать больше, девчонки. И ничего давать никому больше не хочет. Он делает только то, что он хочет. И с него просить ничего больше не надо, да. То есть всё, всё. По этой карте всё, девочки. Нет, я действую либо так, либо никак, иначе. По чувствам король жезлов и всё. То есть здесь чувства были на какой-то период времени по смерти, да, по старшему органу смерть, который закончился, отрезан, обрезан совсем. Ваши отношения разрушены окончательно и бесповоротно, как считается. По чувствам король жезлов. Секс, секс, сексуальная энергетика, да. Движение. Вы знаете, вот по этой карте хорошо смотрят мужей. Потому что всё-таки такое тёплое движение. Но оно у вас с этим человеком было не так долго. Всё разрушилось. Всё разрушилось, да, без права на восстановление. То есть смерть, она не жалеет никого. Ей чихать с высокой колокольни. Кто, что, когда, где, какие ситуации. Бедный, богатый, там, я не знаю, худой, толстый. Ей вообще всё равно. Она пришла и сказала, нет, вы мне не нравитесь. И убрала всё. И больше, видимо, не будет этого, да. Да, четвёрка мечей говорит о том, что затишье, тишина между вами. Каждый, скорее всего, живёт своей жизнью. У каждого своя судьба. Каждый получает эмоции в своём мире. Уже может быть даже любовь. Что у него, что у вас, да. Но, по крайней мере, мы же не смотрим, да, что у вас с ним дальше будет. Мы посмотрели, что же за гвоздь такой программы, да, который поставил всю вашу жизнь с головы на уши, с ног на уши. Вот такой кадр. Спасибо.